Я сейчас иду на очень классную встречу. Два года назад я на курсах изучала французский язык. И сейчас в Прагу приехал преподаватель мой. Это итальянец, который очень долгие годы прожил во Франции. И вот он у нас в Праге вел курс. Очень вообще классный человек, такой замечательный. Он сейчас приехал в Прагу. И он, и одногруппница моей у нас была, три студентки у него. Мы все встречаемся, идем сейчас на ужин. Так что я очень рада, девчонок тоже не видела. По поводу курса французского языка. Мы посетили тогда с девчонками 22 урока. После этого мы взяли паузу, думали продолжать. Но потом Энрико, наш преподаватель, уехал из Праги. И таким образом я в своей жизни больше, к сожалению, не вернулась к занятиям французским языком. Хотя на тот момент очень хотела. И я тогда пошла на английский язык. Снова продолжать там. Какой-то уже там самый высокий уровень, по-моему, был. Вот. И забросила. Первое время я занималась самостоятельно французским. Но так и забросила. В итоге на 22 уроках для меня все закончилось. Я, конечно же, языка не знаю. Еле-еле умею читать по-французски. И знаю какие-то слова. Первое время переводила журналы, старалась. Потом просто переключилась уже на другие вещи. Потом сконцентрировалась на английском. В итоге так это все и ушло. Вот такие дела. Всем привет. Продолжение вчерашней ситуации с моим учителем французского. В общем, мы вчера долго сидели, общались. Вот. Я была очень рада видеть его и девчонок, конечно. Ну и, наверное, так немножко будет интересно вам послушать, что он мне рассказал. В общем, он итальянец. Высшее образование он получил во Франции. И с тех пор большую часть времени он жил там. Ну вот в Праге я жил какое-то время. Но большую часть времени он жил там. Вот. И он работает учителем в средней школе. В очень маленьком городке работал. Работал. Потому что сейчас начались каникулы летние, естественно. И он с сентября будет уже в другом месте работать. Вот. Значит, система во Франции, как он вчера рассказывал, устроена так, что преподаватели каждый год сдают какие-то квалификационные экзамены, таким образом повышая свой уровень. Вроде, насколько я помилала, преподаватели 11 уровней. От уровня, на котором ты находишься, зависит твоя зарплата и количество часов, которые ты в неделю должен отрабатывать. То есть, чем выше твой уровень, тем выше зарплата и меньше количество часов. Вот. Примерно, где-то так, когда ты находишься на 4-5 уровне, то твоя зарплата примерно 3-3,5 тысячи долларов в месяц. Вот. Но для Франции это не очень большие деньги, насколько я поняла. Ну, и как я была во Франции, там цены просто безумные. Реально, на каждый продукт они в 3 раза дороже просто, нежели в Чехии. И там очень высокие налоги, очень высокая аренда жилья, оплата коммунальных услуг. То есть, прожиточный минимум огромный. Поэтому сложно мне сказать, насколько эти деньги считаются хорошими, вот эти вот 3 тысячи. Вот. Значит, также он рассказал, что преподаватели во Франции, я не знаю, во всей Франции или только там в этой школе, в которой он учит, не имеют права пользоваться учебниками. То есть, у них нет такой системы, что вот выходит какой-то учебник, и все учатся по этому учебнику. Каждый преподаватель должен сам готовиться к каждому уроку. То есть, он сказал, что вот как грамматики, например, уделяется очень маленькое значение. Уроки должны быть интерактивными, развивать детей именно на креатив, на творчество. То есть, побуждать каким-то действием. То есть, он говорил, например, что если принесешь какие-то картинки, черно-белые, например, то дети как бы недовольны, отказываются участвовать в уроке, потому что им неинтересно. То есть, они привыкли, что их очень сильно развивают, это такой АГЭТ-уровень, в принципе, низкий, он сказал. В среднем из этой школы, в которой он преподает, выпускается 60% только студентов. Остальные остаются на второй год. Вот. И как бы говорит, что, например, в 12 лет очень многие дети не умеют даже определять время по стрелкам часов или писать грамотно. Но развиты часто в творчестве, в музыке. То есть, в таких вещах делается акцент больше именно на креативность. Что еще такого интересного он рассказывал? То, что работы, вот эти вот выпускные работы, не проверяются в той школе, в которой они проходят. То есть, школы обмениваются. Например, если он работает в какой-то маленькой деревне, как это было маленький городок или маленькая деревня, он так и не смог сориентироваться, город это был или деревня. То, например, они свои работы отправляют в Париж, и мы с Парижа отправляем. То есть, вот такой обмен происходит, и получается, что выпускные вот эти работы проверяются не в той школе, в которой ты учишься. Чтобы не было никакого обмана, не было никакой личной привязанности к студенту или так далее. Вот. Но сказал, что разница в развитии у девочек и мальчиков очень большая. То есть, мальчики часто ведут себя как дети, нередко подростков он учит, нередко плачет там на уроках и так далее, в то время как девочки как бы держатся как взрослые. Ну, то есть, что разница настолько большая, что по большому счёту их можно переводить в разные классы, как бы на разном уровне обучать. У вас бывают такие дни, когда хочется просто валяться в постели, есть, смотреть фильм и ничего не делать. Вообще-то я человек-батарейка, у меня такое очень редко бывает, у меня всегда полно энергии, мне всё время хочется везде бегать, но далеко не всегда получается. Потому что иногда бывает такое состояние, как сегодня, когда хочется просто бежать и ничего не делать, но, опять-таки, случилось единожды в год и не получается, потому что есть дела. И поэтому невозможно побежать. Но я чувствую, что мне так хочется. Просто лечь, лежать, есть и смотреть фильм. И я надеюсь, что всё-таки это каким-то образом сегодня реализуется. Почти мне нужно послать обосновку за границей. Вот такой вот прямой яркочек надо выполнить. Почта наша, маленькая такая. Вот так по номерочкам все выходят. Тут несколько пунктов. Разные услуги тут оказывают. Не только почтовые. В Кличешской почте есть ещё и свой банк, и строковая компания. Там да. Всякие бумажки, для штуки, для оплаты канала, посылок, для посылок всяких, как называется по-русски, допорученных, дописывать. Там заказные письма. Для заказных писем и прочее, прочее, прочее. Для всего разные, короче. Для получения пенсии, социальных пособий, для всего месяца. Вот при входе на почту выбираете, какая услуга вам нужна. Нажимаете кнопочку, вам выберете в холочек, и по нему вы потом по своему номеру идёте. Кажется, надежда есть. Мы закончили с делами и чешем за арбузом. И я сейчас урву здоровый арбуз. И я приду домой, и я наемся, и закушу всё это арбузом. И закину ножки, и буду лежать, и пялиться в фильм.